Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре мой привод SCAR-HSSR от компании VFC. Боевой прототип использовался подразделениями Силов, очень редко встречался у Зеленых Беретов, а также других подразделениях US-SACOM. Боевое название данной винтовки МК-20 мод 0. SSR расшифровывается как Sniper Super Trifle, в переводе означает оружие поддержки снайпера. У него есть полуавтоматический режим ведения огня, что позволяет очень хорошо подавлять противника на более дальних дистанциях. VFC это премиум бренд, который делает хорошие привода, но вот SCAR у них получился недостаточно копийный и не сказать, что он работает очень хорошо. Внешне отличается фиксатор ствола, он здесь короче чем у боевола, также самое главное внешнее отличие это приклад. Здесь он установлен от обычного SCAR, а у SCAR-HSSR стоит свой нескладной приклад с регулировкой тыльника и щеки. И в этом состоит проблема у всех SCAR-HSSR от любых других производителей. Верхний ресивер выполнен из алюминия, нанесены все правильные маркировки, рукоять с ввода затвора у нас можно переставить как на левую, так и на правую сторону. Нижний ресивер у нас выполнен из полимера, так же как и у боевого прототипа, отличается только неправильное положение переводчика огня и отсутствие некоторых пинов. Продублирована кнопка сброса затвора и продублированы переводчики огня, но с правой стороны я его убрала. Иногда немного люфтит кнопка сброса затворной задержки. Рукоять у нас стандартная, так же выполнена из пластика. С механами все так же трудно, их очень сложно найти и они очень дорогие. В механу вмещается 140 шаров, так же на SSR иногда использовались короткие магазины, которых на свой привод, увы, не найти. В базе у данного привода стоит стандартный гирбок старой версии. Главное отличие здесь в очень длинном нозле и в своей камере хоп-ап. Здесь-то и начинаются все проблемы. Длинный нозл не в лучшую сторону сказывается на стрельбе данного привода, но камера хоп-ап вообще иногда отказывается подавать шары. По словам экспертов, проблема с неподачей шаров может решиться установкой камеры хоп-ап от Airsoft Pro. Попила я данный привод, так как мне нужен был точный и дальнобойный привод. Но еще я очень люблю скары. Ну, поэтому выбор был очевиден. Использую я его на больших дистанциях и близко к противнику стараюсь не подходить, так как преимущество у меня на дальних дистанциях. Но при близком контакте я использую вторичку. Использую его с аксессуарами, которые вы можете сейчас на нем увидеть. Это у меня прицел-загольник LUPALT VX3. Хочу заказать на него моно-крепление, так как кольца меня не очень устраивают. Но в будущем поменять его на LUPALT Mark IV. Также пекло пятый. Кнопку от него я закрепила на рукояти резинками, которые продублированы у меня на основной рукояти для лучшего хвата. Рукояти у меня на Aidsar Moment. Сошки типа Harris. Но их я использую не так часто, потому что они очень много добавляют вес на переднюю часть. Ну и быстросъемный глушитель. Шурфайр с саком 7,62. Не очень труевый выбор, но мне нравится. И прицельный у меня флип-ап. Приклад у данного привода имеет шестепозиционную регулировку длины. Также регулировку подщечника. И в этом приводе проводка выведена в приклад. А вот внутри я решила кардинально все поменять. Здесь установлен стволик 6,02-500 мм. Более длинный стволик прокачать не может и выхлоп падал. Резинка здесь стоит фиолетовая. С резинкой и стволиком я пока не нашла идеальный вариант. Поэтому вот так. Ну и самое кардинальное изменение это хупап. Здесь установлен хупап М-серии роторного типа от Retro Arms. Для его установки пришлось много пилить и вырезать отверстия в шахте магазина. Также здесь установлен фрезерованный алюминиевый гир 2 серии. И усилен для работы с пружиной М140. Также убран режим Full After. Нозл я заказывала у Combat Union. Но так как у человека, который его точил, не выдалась рабочая смена. Он не подходил на головку поршня и травил. Самое сложное в этом всем было соосность камеры Gearbox. Оно было достигнуто очень кропотливой работой. Но это еще не конечный вариант. В этом промежуточном варианте мой SCAR выдает 155-158 метров в секунду. И стреляет 0,30 шарами на 80-90 метров в ростовую мишень. В итоге я могу сказать, что я бы рекомендовала данный SCAR таким людям, которые хотят построить себе ДМР-винтовку. Я не просто без ума от SCAR. В ином случае данная винтовка в стоковом состоянии не имеет практического смысла. И бегать с таким большим приводом и стрелять на 120 метров в секунду. Это не самый лучший вариант. К плюсам я бы отнесла антураж. И то, что этот SCAR действительно очень круто выглядит. Я прям в восторге от данного SCAR. Также к плюсам я бы отнесла Gearbox 2 версии. А вот к минусам недостаточную копийность своего боевого прототипа. Ну и не очень хорошую работоспособность в базе. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях. Всем пока!